Всем привет! Наверное, в каждой семье есть традиционные блюда для рождественского стола. Однажды я уже рассказывала о том, что обязательно готовлю на Рождество. Помимо этого, готовлю то, что попросят к празднику мои домочадцы. Сегодня покажу несколько идей, которыми можно разнообразить рождественский стол. Все блюда сытные, домашние и очень вкусные. Сразу напомню, что все ингредиенты будут, как всегда, в описании под видео. Начну, пожалуй, с мяса. У меня тут кусок свинины весом примерно 2 килограмма. Я использую карбонат. Сюда отлично подойдет и шейная часть. Разрезаю кусок таким образом, чтобы получился более-менее ровный пласт. Здесь важно вооружиться острым разделочным ножом. Теперь пропитываю мясо коньяком. Примерно 30-50 граммов уйдет на это. Добавляю немного мандариновой цедры и сок половины некрупного мандарина. Солю, добавляю каенский перец и оставляю так минут на 20. А пока на сухой сковороде обжариваю грецкие орехи, примерно 60 граммов. Я их слегка измельчила. Добавляю к мясу немного сушеной клюквы. Если ее нет, подойдет и замороженная. Далее половинку кисло-сладкого яблока и орехи. Слегка сбрызгиваю маслом. Сворачиваю в плотный рулет и перевязываю веревкой. Мясо легко сворачивается, хорошо держит форму и не разваливается. Если не получается связать одной нитью, тогда каждый фрагмент можно связывать отдельной. На противень я выложила раздавленный чеснок для легкого аромата. На него выкладываю рулет. Смазываю растопленным сливочным маслом. Так можно уменьшить потерю влаги. Отправляю в духовку, разогретую до 160 градусов примерно на 1 час 20 минут. Очень советую через час смазать мясо гранатовым соусом. Это будет очень вкусно. В итоге получается вот такой красивый рулет. Сразу убираю нить и даю отдохнуть рулету минут 20. Он очень вкусный, ароматный и праздничный. А из выделившегося в противень сока можно приготовить отличный соус к нему. В продолжении мясной темы поделюсь рецептом очень вкусных котлет с начинкой. Для них мне понадобится булгур. На замену подойдет полба или пшеничная крупа крупного помола. 250 граммов булгура заливаю кипятком минут на 20 примерно. Тем временем займусь мясом. Я беру два вида мяса. Примерно 500 граммов филе бедра индейки, оно пожирнее, и 650 граммов филе грудки индейки. Бедро пока откладываю, а грудку нарезаю достаточно мелко. Теперь измельчаю ее в блендере до состояния однородной массы. Филе бедра пропускаю через мясорубку. Мелко нарезаю один некрупный болгарский перец. Также измельчаю примерно 10 граммов петрушки или другой зелени по вкусу. И чеснок, его тоже измельчаю. Обжариваю в масле перец. Очень хорошо будет сюда добавить лук, две-три средних штуки, но у меня его не все любят. Поэтому ограничиваю с петрушкой и чесноком. Перемешиваю и через полминуты снимаю с огня. Теперь обжариваю фарш из филе бедра. Для того чтобы он не сбивался в комочки, сразу добавляю воду и перемешиваю. Когда фарш уже готов, добавляю к нему чайную ложку томатной пасты и обжаренные овощи. Через минуту добавляю перец, соль и снимаю с огня. Начинка готова. Возвращаюсь к булгуру. Он хорошо разбух. Его нужно сделать более однородным и вязким. Использую для этого блендер. Отправляю туда крупу без воды. Добавляю теперь томатную пасту 3 чайные ложки. У меня томатная паста домашняя, покупной может понадобиться чуть меньше. Теперь паприка 2 чайные ложки. Немного красного острого перца и чайную ложку сушеного чеснока. Перемешиваю до однородности. Булгур был горячий, поэтому масса теплая. Даю ей остыть, а пока продолжу с фаршем из грудки. Солю его и постепенно добавляю холодную воду. Воды уходит от 50 до 100 граммов. Нужно, чтобы масса была пластичная и податливая. Добавляю фарш к крупе и хорошо перемешиваю. Теперь формирую заготовки. Из основы делаю лепешку. Внутрь выкладываю начинку и заворачиваю, формируя шарик. Я придаю вот такую форму купола, но это по желанию. Из этого количества получается 18-20 штучек. Их можно обжарить во фритюре, сварить и даже заморозить при желании. А я предпочитаю запекать, немного смазав маслом сверху. Запекаю с конвекцией при 180 градусах минут 15 примерно. Получается сочно и вкусно. Мясо можно использовать любое, но важно, чтобы основа была из нежирного мяса, а в начинку лучше добавлять пожирнее. Есть у меня очень интересный рецепт пряного картофеля на гарнир. Картофель средних размеров режу на четвертинки. Отвариваю с добавлением небольшого количества соли до полуготовности. Несколько некрупных луковиц режу на 2-4 части. Слегка обжариваю их в масле срезом вниз. Для заправки к 40 граммам оливкового масла добавляю 50 граммов соевого соуса, 2 столовые ложки бальзамического крем-соуса и чайную ложку орегано. Все перемешиваю. С картофеля я слила воду и пока он еще горячий, перекладываю на противень. Добавляю лук и вливаю в заправку. Перемешиваю и отправляю в духовку при 190 градусах с конвекцией на 20 минут. Вот такой пряный, ароматный и необычный гарнир получается. Покажу еще вариант очень яркого и праздничного блюда. Это и салат и закуска. Мне понадобится пекинская капуста. Беру только мягкую часть без средней жилы. Режу на средние кусочки, заправляю их лимонным соком и растительным маслом. Масло можно взять любое по вкусу и оливковое и подсолнечное. Выкладываю листья на тарелку. Добавляю кусочки свернутой в рулетики красной рыбы. Некоторые кусочки дополняю творожным сыром. Добавляю половинки перепелиных яиц, на них немного перца. Теперь вареные креветки и икра. Если есть каперсы, их тоже добавляю. Дополняю тарелку дольками лайма. Если нет лайма, лимон тоже отлично подойдет сюда. Уже в тарелке сбрызгиваю соком. Очень красиво, несложно, вкусно и празднично. Такая закуска салат подойдет на любой праздник. Ну и финальное на сегодня блюдо мини-киш. Сначала готовлю простейшее песочное тесто. Просеиваю в чашу 240 г муки, добавляю неполную чайную ложку соли, неполную столовую ложку сахара и перемешиваю. Теперь холодное сливочное масло, 120 г. Перетираю руками в крошку. Долго перетирать не нужно, чтобы масло не нагрелось от рук. Вливаю 50 г холодной воды и быстро замешиваю тесто. Оно не должно быть липким или рассыпаться. При необходимости можно добавить воды или муки. Убираю минут на 30 в холод, а пока приготовлю начинку. Мини-киш очень любят мои домашние в первую очередь за то, что каждый может заказывать начинку по вкусу. Но основа для этих начинок общая. Для нее на это количество беру 3 яйца и взбалтываю их в венчиком. Затем добавляю 150 мл 20% сливок, немного соли и перемешиваю. Первая начинка у меня грибная. Шампиньоны у меня вот такие вот маленькие, режу на половинки. Затем обжариваю в масле минут 5. В конце жарки добавляю зубчик чеснока. Для второй начинки нарезаю кружочками помидорки черри и несколько охотничьих мини-колбасок. Тесто уже охладилось и можно приступать к основе. Выпекать ее можно в обычных формочках для кексов, но мне нравится использовать формы чуть больше. Подойдут вот такие кулинарные кольца. Раскатываю небольшой кусочек теста и помещаю его в форму, прижимаю к дну и краям. Внутрь помещаю кусочек пергамента. И для того, чтобы не поднималось дно, засыпаю фасоль в качестве пресса. Выпекаю при 180 градусах минут 20 примерно. По истечении времени убираю фасоль, снимаю кольцо. Формы заполняю начинкой. Здесь помидоры, колбаски и немного моцарелла для пиццы. 40 граммов на 3 штуки. А вот здесь грибы и полутвердый сыр. Заливаю сливками с яйцом и запекаю при 180 градусах 20-25 минут. Выглядят очень аппетитно. Им нужно немного остыть. А кое-кто обязательно заказывает сладкий киш. Для этого в оставшиеся основы из сливок добавляю сахар. Я кладу приличное количество, так как буду добавлять замороженную черную смородину. Примерно по 1-2 столовые ложки на каждую порцию. Запекаю. Хоть порции и не очень большие, но очень сытные. Хватает обычно 1-2 штук на каждого. А начинки могут быть абсолютно любые по вкусу. На Рождество я стараюсь соблюдать устоявшиеся в нашей семье традиции. Одна из этих традиций заключается в том, что я готовлю что-то для каждого по желанию. Кроме того, каждый год добавляю что-то новое. Я надеюсь, что видео оказалось полезным. Рассказывайте о своих рождественских традициях в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.